здравствуйте друзья вы видите у нас тут сегодня пасмурно не знаю может еще дождик пойдут хотел поделиться просто соображениями светлана где-то нарыла там в недрах какого телевизионного канала но имеется ввиду веб-сайт который дает доступ к большому количеству каналов на светлана нарыла фильм про леонида утесова сделанный 10 лет назад в 2006 году и фильм такой знаете легкий симпатичный очень приятный и мы так его за ну не за два дня там но за за дня 4 там по три серии мы так его вечерами просмотрели и надо сказать что конечно в нашем поколении уже утесов был чем-то таким как сказать это было утесов был человеком которого очень любили но вы видите как любили наши родители утесов клавдия шульженко вот это они они пели эти песни они их там намурлыкивали и так далее это вот было то чем жило предыдущее поколение ну а мы так вот смотрим на утесов он уже был такой пожилой я когда ну так уже физически так был с ним знаком там на экране там и на эстраде и так далее он уже был довольно таким немолодым человеком он умер в 1982 году и последние годы утесов жил довольно так уединенно иногда выступал где-нибудь там по телевизору показывает там придет одну песенку споет но может быть две и это такое было зрелище опять для людей постарше поколение наших родителей ну хорошо значит и вот фильм про него и неожиданным образом этот фильм в моем сознании такой параллелью пошел с другим фильмом который я смотрел не помню уже сколько лет назад какой-то российский фильм про академика ландау физика разные два фильма совершенно разные там артисты исполнения тогда это тоже был такой многосерийный и что было в этих фильмах схожим почему у меня параллель такая в сознании возникло это линия вот люди которые фильмы делают они вытаскивают на свет женщин великих людей которые вот там значит было у них сколько это женщин в жизни и вот дальше ты смотришь сюжета у тебя женщина за женщиной женщина за женщиной женщина за женщиной страдает жена которая любит мужа там вот вокруг того тут все такое и вот ты смотришь на ландау да и вместо человека мозг которого был чем-то абсолютно невероятным роль которого в мировой физике была просто сказочной и и вот этот человек про который можно очень много чего рассказать и вся история его вот она вот такая что вот одна баба другая баба одна баба другая баба и уже вплоть до такой откровенной бредятины вот когда например уже там тело его не слушается и вот он где-то в госпитале и там нянечка которая хочет родить от него какой-то гениального ребенка она она его фактически насилует вот это наполовину бездыханное тело понимать какой-то кошмар и вот и вот с утесом вот она сейчас снова кликнуло вот они снимают фильмы где идет баба за бабой баба за бабой баба за бабой и вот там допустим утесом заболел и было подозрение на рак ну в общем там все это пронесло и в общем приходит женам говорит ты знаешь звонил такой звонил сякой там вот райкин там из ленинграда звонил слушай покажи покажи про утесова и райкина покажи там немножечко проходит линия его отношений с исааком дунаевским она она присутствует там где-то мелькает бабель но бабель как-то так мелькает вот так мелькнул и и нет бабеля ничего не то есть когда ты смотришь на великого человека да и ты рассказываешь о нем там столько есть потрясающих вещей которые могли бы остаться в веках если это вытащить показать там и так далее а вот это бабы и ничего же там не осталось кроме баб я я уже не знаю ну ну что же такое то мне про него интересно да мне интересно про мир в котором он жил конечно вот могли быть и бабы тоже то есть это это правда это случается и мы мы знаем об этом но тоже мы так вот великих людей измерять бабами я не знаю у меня от этого дела какой-то грустный осадок остался хочу я сказать и я понимаю что люди которые фильмы снимают им хочется чтобы зритель смотрел чтобы зрителю было интересно там но покажи там без трусов например кого-нибудь пусть он там бегает все время без трусов или без лифчика там женщину какую-нибудь посимпатичнее там ну ну давай так уже я не знаю или просто порнуху с ними поэтому чё-то не знаю какое-то опошление такое происходит может быть они из лучших чувств но не знаю как то как то мне такое сложное сложное чувство вот друзья да а утесов был утесов есть фильмах в песнях в записях которые после него остались воспоминаниях людей которые были его современниками поэтому я думаю если убрать спекулятивную такую пошленькую грязненькую суету вокруг людей то вот наверное сухой остаток там совсем другой это все шелуха которые зачем-то они вытаскивают ну тут понятно зачем но в общем хотел заступиться за леонида утесова такое такая вещь и за за ландау заодно и вообще вот всех великих людей которых они так вытаскивают на экран там подглядывая под чужие одеяла ладно счастливо так и а так и так и так и